Новосибирцы начали разбивать цветники во дворах. Не ради побед в городских конкурсах, а ради себя и соседей. Люди выращивают прямо у подъездов редкие цветы и кустарники, а также создают инсталляции. Мария Черешнева сравнила дворы в разных районах города и узнала, насколько сложно сохранить всю эту красоту от вандалов. Мельницы и терем из старых вентиляционных шахт. Водную гладь изображают синие жестяные листы. Лебедей председатель совета дома Василий Залаш сделал из старых покрышек. А обычная перевернутая качеля символизирует Бугринский мост. Двор разбили на участке. Здесь детская площадка, здесь смотровая. Любительницы цветов отвечают каждая за свою клумбу. Но в этом году не до новых инсталляций. После снежной зимы и переменчивой весенней погоды украшение двора пришлось долго ремонтировать. Сделать некий макет – это полдела, а потом еще два дела того, чтобы его содержать. То есть то, что я вам говорил. Это надо подремонтировать, это надо подкрасить. Если ты хочешь, чтобы вот эти вещи были в тебе во дворе. Забот хватает и у тех, кто просто разбивает под окнами дома цветники. Маргаритки выкапывают. Вижу, выкапывают. Думаю, пусть выкапывают. У меня их много. Но когда на 1 сентября срезали розы, мне было очень жалко. Потому что, думаю, только расцвели. Такая красота. Взяли, обрезали. В таком импровизированном саду у подъезда приходится работать 2-3 часа каждый день. Сейчас нужно бороться с сорняками. Зато Татьяна с наслаждением представляет – скоро здесь будет настоящее буйство красок. Не могут дождаться, когда, наконец, все зацветет и в других дворах. Вот это чудо. Когда он мелкими звездочками белыми, вообще не видно. Не видно ни вот этих, ничего. Он прям сплошным ковром. Люди вообще любуются. На Комсомольской 21 можно встретить совершенно нетипичные для новосибирских дворов кустарники. Например, вот жасмин. Правда, недавно его чуть-чуть сломали дети. А это миндаль. Уже отцвел. Но летом не исключено, что будет плодоносить. Обычно за полисадниками во дворах ухаживают 2-3 энтузиаста. Здесь на прополку подготовку клумб и цветников позвали детей. Школьники так отрабатывают летнюю практику, помогают местному ТОСу. Пока обращаются с лопатами и граблями неумело, но с энтузиазмом. Попадают, которые не очень хотят, так скажем, работать. Но это минимум. Большинство после первой недели мы находим общий язык. А вот эту команду я выгнать не могу. Они мне до ночи покоя не дают. Раньше этими клумбами в одиночку занимался пенсионер из квартиры на первом этаже. Теперь, за тем, как работают дети, из окна внимательно наблюдает его вдова Тамара Давыдовна. Иной раз смахивая слезу. Мария Черешнева, Антон Мамаев. Новости здесь. Новосибирск.